Ребята, приветствую вас. Всем-всем-всем-всем здрасте. Ну что, как всегда, вторник, как всегда, море позитивных мыслей, как всегда, море успеха. И в этом нам помогают, конечно же, наши самые-самые замечательные люди, лидеры, наставники. А я на лапине сегодня приветствую нас в студию. И не первый раз Андрея. Это Андрей, привет. Очень приятно с тобой вообще говорить и общаться. Очень приятно говорить с тобой и общаться. Много идей, я знаю, у тебя есть, да, и мы познакомились именно вот в таком, в таком, как говорится, тематике, да, вот это было сплотиться больше людей, собрать больше людей, открыть у них, может быть, те интересные вот такие вот таланты, да, которые люди, допустим, скрывают. Поэтому очень часто мы помогаем людям раскрыться. И я вот знаю, что именно вот с тобой мы начали больше и больше общаться. И мне вообще вот очень хотелось бы, как говорится, всегда я начинаю так, открыть занавес, потому что когда я с тобой поговорила, говорю, слушай, Андрюш, а ты вообще готов рассказать свою историю? Ты сказал, боже мой, это не хватит там и вечера, чтобы рассказать всё. А мы, конечно, перспективные и талантливые люди, но когда речь идёт о времени до, до и после, конечно же, всем это интересно, я думаю, да, и поэтому ребята следят за нами, за нашими эфирами. Все благодарят спикеров, все благодарят о том, что многие вот фишки, многие вопросы закрылись, многие почему и как, да, и зачем, потому что люди на самом деле просто люди, да, и им нужно дать ответ, правильно? И поэтому я сегодня очень хотелось бы, чтобы ты вот так раскрепостился, спокойно, и рассказал нам, вспомнил бы, может, эту жизнь, которая была у тебя до нашего сообщества, и было бы очень хорошо, если бы ты начал с того, что скажи, пожалуйста, вот, поделись секретом, создал ли ты идеальную жизнь вот сейчас, на данный момент? Как ты чувствуешь? Совершенство нам не грозит, во-первых, это раз, да, потому что зайдя на определённый уровень, мы на этом уровне задача, вот как я учу даже своих, как бы, участников, зафиксируемся на этом уровне, выдыхаем и ставим себе цель идти на новый уровень, да, то есть благодарим себя на этом уровне, выдыхаем, то есть отдыхаем, набираемся сил, вот, и идём на следующий уровень, и вот так вот до чего? До просветления, представляешь? У нас целая жизнь, ой, сколько много, поэтому на данный момент, наверное, идеальная жизнь – это жизнь, как ты себя чувствуешь в настоящий момент времени, вот здесь и сейчас, вот это, наверное, самое правильное определение идеальной жизни, это вот здесь и сейчас ты счастлив, здесь и сейчас у тебя всего достаточно, в принципе, чего ты хочешь, здесь и сейчас ты идёшь туда, куда ты хочешь, да, но я на все эти вопросы могу сказать да, вот, поэтому однозначно, благодаря там сообществу, благодаря той системе, которой, благодарю Дмитрия Васадина за этот просто уникум, что система, которая наша создана, вот, она даёт возможность каждому человеку раскрыться, даёт возможность каждому человеку обеспечить социальный минимум, что самое главное, чтобы он не думал о том, где взять, где взять там деньги, да, где взять поесть. А сейчас, а сейчас мы тебя остановим, я знаю, как ты красиво говоришь, да, вдохни и выдохни, как ты говорил о своих участниках, да, и вот скажи, ты же знаешь сам и понимаешь, что без труда не вынести рыбку из пруда, мы так говорим, да, и поэтому часто вот, когда люди приходят вообще в любое пространство, они хотят, они мечтают о карьере, о идеальной жизни, о людях, которые были бы вместе с ними такие же сам идеальные, может быть, как и они, да, вот, и я хотел у тебя спросить, скажи, вот ты сам, вот ты сам, как персонаж, как человек, да, как личность, чувствуешь ли ты в себе, что ты идеален? Ну и вопросик, идеален. Нет, совершенно-то говорю, нам не грозит всем. Мы родились на этой планете по одной простой причине, потому что мы уже не идеальны. Поэтому если мы были бы уже идеальны, мы бы не родились бы на этой планете, мы бы родились на другой, более высокого уровня. Поэтому на данный момент, если я пришел в мужское тело, это говорит о том, что моя душа, моя душа, ей надо наработать мужские качества личности в мужском теле. Если ты пришла в женское тело, тебе надо наработать женские качества души своей. Именно поэтому, значит, это уже говорит, что что-то недоработано, значит, что-то несовершенно. А вообще, надо ли себе вообще задавать такие вопросы? Идеален ли я, совершенен ли я, зачем вопрос? Я не имею вообще даже мотивации на то, чтобы задавать себе такие вопросы. А я тебе отвечу, я тебе отвечу, я тебе отвечу. Я не просто так спрашиваю, я всегда конспектирую идеи, мысли людей. И вот когда люди приходят и говорят, я хочу создать жизнь, я хочу поменять жизнь. Я говорю, давай вспомним, каким ты был. И вот теперь вопрос тебе до этого момента, когда тебе пришло такое состояние, что ты можешь зайти в сообщество единомышленников. Что ты делал вообще? Помнишь ли я тебя в детстве? Какое у тебя было в детстве? В какой ты семье родился? Этот вопрос всех мучает, они о чем хотят знать о тебе. Да, я родился в обычной рабочей семье. Ничего, как говорится, особенного, да? Но в то же время предки были определенными особенными, да? Вот, допустим, если взять моего деда, непосредственно Елисеева, да? Он, сколько, 8 или 9 лет был на войне, друзья мои. Вы понимаете, да? 8-9 лет на войне. То есть финскую прошел, всю отечественную, еще на японскую, да? Был командиром танка, вот, поэтому есть, можно сказать, считай, что человек такой герой прошел, да? Да, особенно, то есть танкисты, особенно в первое время Второй мировой войны, я бы сказал, что это люди, которые, ну, погибали очень серьезно, потому что танки были очень плохими до 42-го, 3-го годов. Вот, я родился в обычной семье рабочей-крестьянской, так раньше называлось в советское время, в обычной рабочей-крестьянской семье, но, как говорится, с элементами моего рода, если братья Елисеев, да, на интеллигентность, вот, да, вот. И всегда стремился к тому, чтобы с помощью знаний можно было сделать свою жизнь как-то лучше, лучше, да? Поэтому я очень много учился, учился, у меня два высших технических образования. А тебе и понравилось, что ты именно, вот, какие науки ты изучал, какие предметы тебе нравились, допустим, в средней школе? Ну, если я сейчас подниму все свои дипломы, там сотни экзаменов, зачетов, курсовых всевозможных, то есть больше сотни экзамены только в высших учебных заведениях, начиная, там, в высшей математике, в физике, там, начертательной геометрии. Ну, может, теперь вспоминается физика-математика, Андрей? Я физмат, прежде всего, да, с восьмого класса я учился в специализированных заведениях под названием, как бы, лицей для одаренных детей. И хотя я не считаю себя одаренным ребенком, да, но лицей, по сути дела, действительно был очень мощным. Сейчас это заведение, по-моему, это в Сибири было. Вот, сейчас это заведение, по-моему, даже до сих пор существует. Я просто уехал много лет назад оттуда. Вот, поэтому, скажу честно, те ребята, с которыми я учился, это действительно были мега одаренные ребята. Я там был середнячком, у меня в классе были победители областных олимпиад, на уровне страны первые места занимали по физике, математике, то есть реально мегамозги такие. Вот, поэтому я старался за ними тянуться. То есть я понял одно, что неважно, как говорится, какие твои таланты сейчас, да, но будь вместе с ребятами сильными, и ты станешь сильным, да. Будь вместе с ребятами умными, станешь умным. Будь вместе с людьми, которые умеют считать, научишься считать. Будь вместе с людьми богатыми, научишься этой энергии, да. То есть контактология. Впервые я тогда понял, что такое контактология и как это работает. То есть общаясь с кем-то, ты автоматически учишься. Это процесс обучения жизни к настоящему, да. Поэтому мне почему, почему я очень быстро воспринял идею Дмитрия Васадина, да. Когда-то пришла мне вот эта вот история, да, с нашим сообществом. Я в этот же день услышал информацию. Когда, 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 расскажи, когда. 5 декабря 2017 года. Вот, поэтому в этом году, 5 декабря, я буду уже 7-летие праздновать в нашем сообществе. Так вот, в этот же день, в этот же день я услышал информацию, в этот же день я зарегистрировался, в этот же день я сразу же открыл себе первый финансовый инструмент. Тогда не было еще у нас денежных потоков, но уже в этот же день, да. И вы же в этот же день первый раз нажали заветную кнопочку начислить, да. Вот, вот, вот что значит успех. Это значит от слова успевать. Но я не всегда был таким, но я себя приучал к этому, потому что я в сообщество пришел из офлайн-бизнеса. Я 10 лет занимался офлайн-бизнесом до прихода в сообщество. И тогда просто пришел ко мне знакомый. Вот это интересно. Да. Какой офлайн-бизнес? Андрюш, посоветуй, расскажи. Ой, разные, разные, разные. Не одним. Ну, то есть сначала я учился, потом секрет успеха мои родители передавали, какие? Ты закончишь вот высшее образование по советской методике, и твоя жизнь сложится самым лучшим способом. Вот так вот, да? Я что-то закончил, ни хрена она не складывается, то есть, понимаете, то есть вообще как-то, ну, что закончил, что не закончил. Ну, то есть вообще... А не складывается именно почему не складывается? Что было такое не складывается в этой жизни? Деньги, что было не складывается? Ну, в том числе, да, конечно же. То есть прежде всего социальный минимум, вот этот вот, о котором мы сегодня говорим, да? То есть его просто тупо нет, да? А если студент выходит, он начинает первые попытки в найме где-то работать, он понимает, что крындец, то есть все. То есть ради этого я учился 7 лет, чтобы я получать копейки такие, да? Я, допустим, ради этого я сдал 200 экзаменов, там не знаю, сколько курсовых, сколько зачетов, ради того, чтобы там... Вот это у меня первое было просто осознание такое, когда я на госпредприятии впервые в найм вступил, я такой вообще в шоке у меня просто был. Вот, потом я принял решение, благодаря тому, что у меня очень много по жизни всегда друзей, друзей, вот мой друг прислал мне тогда еще, не было ни у кого компьютеров, тогда мы ходили на почту, чтобы зайти в интернет, там, то есть, да, представляете, шли на почту, платили, там, час в интернете... В какой стране? Тогда в Белоруссии я учился, в Белоруссии учился, да. Вот, зайти в интернет, заплатил там денежку и зашел, час в интернет посиделал. Ну и приходит мне сообщение от друга, он в этот момент уже по обмену опытом уехал в Штаты. Вот он мне пишет, говорит, классная книга, прочитай, изменит жизнь Павлу Кэлю, алхимик. Это был 2000, блин, начало четвертого года, по-моему. Прочитал я эту книгу, я очень быстро все схватываю, сразу же книгу эту, быстренько прочитал и все, крындец, у меня в голове все поменялось. И я буквально через полгода перешел в бизнес, да, я стал работать в найме, но уже в частной компании. И за сколько, 5-6 лет я вырос из обычного там агента по продаже, я вырос в зам гендиректора по маркетингу, деловому и развитию. Вот, и после уже этого я ушел в свой собственный бизнес. В 28 лет до 38-37 лет я уже был в своих собственных бизнесах. У меня было много разных бизнесов. Вот, это и строительство, серьезное строительство, это как подрядчик и розница, и опт, и всевозможные услуги. И последнее, вот мой такой офлайн бизнес, это как раз были туристические услуги, то есть у меня была турфирма своя. Как раз я в этот момент отправлял много людей там по заграницам, на Новый год экскурсии всевозможные, там целая группа уезжали. И тут мне приходит мой знакомый, говорит, слушай, что тема какая-то непонятная. Кнопочку нажимаешь, деньги получаешь, Андрей, посмотри, давай. Вот, ну ладно, хорошо, окей. Зарегистрировался, начали нажимать кнопочку, ну и все, и жизнь изменилась. Ну, конечно, у нас сейчас на фоне, у нас сейчас на фоне клетка, я специально такое вставку, у нас такая клетка. Значит, получается, ты сделал какой-то запрос, ты хотел поменять свою жизнь. Как ты пришел к этому вот, вот к этому? Ко мне сообщество само пришло, ко мне, ко мне сообщество само пришло. Мой знакомый, я запрос делал в онлайне, я хотел развиваться в онлайне. Я понимал, что у нас уже идет информационный век, что вот уже, как на тот момент, 17-й год шел информационный век, вот, а я все еще в оффлайне, как бы. Но я не мог, не понимал, как мне, в какой теме начать, стартовать там. Ну, то есть у меня еще стоит достаточно количество, может, где-то знаний, опыта, либо, может, времени где-то не хватало. Ведь очень важно в этот момент как бы остановиться и просто подумать, себя найти, задать вопросы. А вот в этой беготне за деньгами просто нету ни времени, ни сил, ни энергии задать себе главные вопросы, на них ответить и потом еще сформировать мысли, правильно потом ее воплотить в жизнь, да, чтобы уйти там, перейти из одной сферы в другую. Просто тупо у многих людей кассовые разрывы не хватает ни времени, ни денег, чтобы как бы себя собрать, как говорится, в кучку, саккумулироваться и пойти уже копать в другом направлении. Поэтому за счет этого, за счет сообщества как бы появилось уже как бы свободное время, вот что самое главное. И тут ты уже с помощью свободного времени можешь себе уже задавать какие-то вопросы, учиться, нарабатывать какие-то новые навыки. Вот Нелли сейчас у нас стала уже телезвездой популярной, понимаете, вот еще полгодика-годика Нелли это просто Нелли-шоу будет скоро, понимаете, звездное шоу такое. Вот, поэтому на весь мир будет трансляции миллионные, ух, Нелли-шоу, вау, все, звездное шоу с Нелли Лапиной. Все, представляете, вот, так и есть, так и есть, вот этот навык, навык, да, который обретаем мы благодаря тому, что мы просто занимаемся любимым делом, да. Не потому что нам там надо что-то делать там из-под палки или плетью нас гонят, да, нужда зарабатывать деньги, а потому что мы сами хотим, мы начинаем творчеством уже заниматься. Ведь твои эфиры с каждым разом я смотрю все круче, 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 понимаете, то заставка еще круче, то еще что-то, ты постоянно растешь, и это мега круто, да. Так же и я, я постоянно тоже где-то расту, где-то чему-то учусь, вот, сегодня вот Ярослав прекраснейший эфир провел, да, поделился там несколькими фишками. Берешь эти фишки, начинаешь сам изучать, и начинаешь, вау, круто, понимаешь, вот, и вот так вот по крупицам начинаешь собирать внутри у себя свой храм, храм, понимаете. Внутри там строить свой храм, то место, куда ты можешь прийти внутри самого себя и выдохнуть, отдохнуть, почувствовать гармонию, счастье, да, этот храм надо построить, собрать в кучку себя, собрать все знания где-то, осознание, где-то уроки жизненные, вот это все, вот это очень важный момент собраться, да. Поэтому я понял одну, у меня был запрос серьезный во вселенную, был запрос онлайн, это однозначно, но я не знал куда, что, почему, то есть становиться блогером, ну какой с меня блогер нахрен, а сейчас я уже блогер почти, да. Поэтому, да, поэтому, да, на данный момент не было через что реализоваться, да, ведь надо иметь инструмент, через что можно реализоваться, да, творческую энергию. Ведь самое важное, получается, шедевр у человека, когда он начинает творить, сотворец, сотворец, да, вот мы пришли сюда, в этот мир, по-настоящему, получается, Мона Лиза, только тогда, когда ты становишься сотворцом, да, ты не думаешь от того, где тебе взять покушать, где там закрыть базовые твои потребности физиологического тела, или еще, или безопасности потребности, пирамиды Маслова, я думаю, знаете, да, потребности человека, а ты начинаешь сконцентрироваться на своей мечте, на своем деле, на своих талантах и начинаешь реализовать. И так понимаешь, что, оказывается, твои таланты-то нужны людям, реально нужны, ты понимаешь, что ты нужен людям, ты понимаешь, что ты им даешь, им это очень важно, и от этого их жизнь меняется по лучшему. То есть все, что я наработал за все свое вот это трудовое время, это и в найме, и в своих бизнесах, я могу это все дать людям. Не просто так, не зря я проехал 15 стран мира, будучи в оффлайне, будучи в оффлайне, я проехал 15 стран мира, да, вот. И я могу этот опыт как-то скамулировать как-то где-то и дать это людям, да, вот. И причем он им нужен, оказывается, да, вот. И все это благодаря тому, что сообщество дает возможность жить свободной жизнью, заниматься своим любимым делом. А скажи, а скажи, пожалуйста, вот тебя включишь и не выключить? Я всегда говорю, так, вот смотри, я не верю, лично я не верю, что было все так гладко, да, и я знаю, что люди тоже не верят. Они говорят, вот, опять, опять кто-то на экраны звезда вышел, и он там рассказывает. Ну так не может быть, что все было так гладко, все так просто, да. Вот люди так же замечают, они же специально так и спрашивают у нас, да, знаете, как я говорю, когда человек еще не готов принять вот эту всю идею нашего сообщества, он только так и говорит. Скажи, было ли у тебя стрессы какие-нибудь, и как ты справлялся с трудностями? Да, стрессы всегда, каждый день, иногда, зона роста, это всегда стресс, да, понимаешь? То есть, вот вырос, до определенного цветок растет, он вырос, и все, стоит, все, стоит, все. Следующий уровень, опять стресс, и он опять начинает расти. И вот так вот вечно, да, это, ну, стресс это всего лишь зона роста, да, ты переходишь из одного состояния в другое, трансформация, да. Вот, поэтому, конечно, постоянно, постоянно зона роста, постоянно, вот, допустим, ты вот захочешь поехать в любую новую страну, все, стресс, все, зона роста. Куда-нибудь в Зимбабве, куда-нибудь, где ты ни разу не была, и там хрен знает, что там вообще, и залезть в это море, если вообще у Зимбабве море, надо изучать, ну, и так далее, да. Если-то тут надо туда лезть, и там есть ли ежи, и вдруг наступишь. Ну, короче, постоянно идет, постоянно идет рост. Всегда гладко, гладко в этой жизни. Есть хороший мем такой в Телеграме, сейчас многие рассылают, это когда шарик катится вот так вот вниз по ровной, да, и когда шарик вот так вот джик-джик-джик, вот у меня всегда у меня вот так вот джик-джик-джик, но я быстрее все допираю, вот, за счет вот этого, да. Поэтому по-разному бывало, да, и бизнесы приходили, и банкротили. Люди выдыхают, знаешь, как, вот кто-то говорит, я пойду заниматься спортом, ну, вот, допустим, вот, знаешь, как, у каждого своя волна, да, знаешь, когда ты открываешь у второго человека, я говорю, кто-то слушает за экраном сейчас, да, и слушает, и слушает, может быть, как раз для него это было вот как раз решение проблем сейчас, его проблем, да. И скажи, вот, в тот момент, когда что-то у тебя не получается, как ты себя ведешь вообще? Ты стрессуешь, или ты плавно все это разворачиваешь и идешь к своей цели? Ну, в тот момент, когда что-то где-то не получается, это не сам факт, что не получается, это твой мозг говорит тебе о том, что ты, как маленький ребенок, не хочешь его, вот это, не дали игрушку прямо сейчас. А-а-а, маленький ребенок расстраивается внутри самого себя, вот, игрушка будет тогда, когда ты будешь к ней готов, вот, поэтому сам факт не получается, все в этой жизни получается, но только в свое время, все всегда происходит, но в свое время. И вот, когда это уже мудрость жизни приходит, когда уже повзрослее становишься, да, вот этого маленького ребенка успокаиваешь в себе, тогда ты понимаешь, что все происходит в свое время, тогда, когда ты к этому готов, когда это уже входит в твою зону комфорта. Когда ты входит в твою зону комфорта, тогда это все появляется нежданно, негаданно, бам, и все. Так же, как вот сообщество свалилось на мою голову, нежданно, негаданно, никого не гуглил, не гуглил, не искал ничего. Мне это просто пришел ко мне человек и вот так вот, и принес эту информацию, за что я ему очень благодарен. Надеюсь, этот человек, как бы, будет у нас в сообществе, потому что он на какое-то время был, потом ушел, сейчас, надеюсь, опять вернется. Таких много разных историй, вот. Но то, что я очень благодарен, это однозначно. Вот, поэтому в трудные моменты есть несколько приемов. Первый прием, чтобы не париться в жизни, надо париться в бане. Это первый прием, однозначно. Идешь в себя и паришь в бане, паришь, 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 а потом желательно в холодную прорубь в свою голову вот эту засовываешь, засовываешь. И чтобы у тебя Windows перезагрузился, чтобы у тебя как только Windows перезагрузится, то все, нормально, все становится на свои места, просыпаешься, новый день. С любым стрессом, с любым каким-то для тебя выходом из комфорта надо переспать, однозначно. То есть на следующий день ты понимаешь, что, блин, ну и ладно, ну и есть это, ну давай с этим жить дальше. То есть вот этот момент, баня и попозже. То есть очень важно посмотреть на ситуацию со стороны, а для этого нужно время. И еще очень хорошая фишка, это сменить свою локацию, либо зону твоего привычного комфорта. Потому что большое видно издалека, надо немножко отъехать, отойти, уйти, не знаю, в лес, в природу. А это мощнейшая тема, которая помогает природа, матушка, поэтому говорят природа, матушка. Природа очень помогает переключаться. Поэтому я походник, я обожаю походы, я горы, Алтая, пять походов серьезных прошел. Поэтому скажу честно, что я сейчас еще мечтаю ходить в разные походы. Как у меня появится сейчас еще большее время, я буду, как говорится, этим тоже заниматься, путешествовать. Поэтому я Россию практически всю проехал, и Беларусь я всю знаю наизусть, Россию всю проехал до Кузбасса, весь Урал, Алтай, Северный Казахстан. Дальше европейская часть России я много где был, весь Крым излазил весь. Я могу тебе экскурсию по Крыму провести, любую. И так далее. То есть на данный момент я всегда стараюсь, если я приезжаю в какую-то страну, я всегда стараюсь эту страну изнутри изучить. Не просто так на пляже покупаться, потусить и все, и свалить. Аэропорт, отель называется. Нет, мне интересуют прям экскурсии глубины, желательно каких-нибудь частных гидов в какую-нибудь глубинку, повариться в самой суть, понять страны. Поэтому за счет этого, за счет вот этой определенной любознательности, наверное, и пришло в сообщество, это раз. Но и во-вторых, конечно же, когда это, благодарю Дмитрия Васадина за то, что в 16-м году он провел эту встречу в Монако, потому что благодаря вот этому эфиру я и пришел в сообщество, задержался, вернее, здесь. Это эфир, который меня, честно сказать, я увидел единомышленника, но благодаря моим знаниям уже. То есть, как я и рассказывал на предыдущих эфирах, то есть элементарные вещи надо уже знать, чтобы понимать человека, о чем тебе человек говорит. И об этом рассказывал Дмитрий Васадин, об элементарных вещах, но их надо знать. Надо знать, как устроена мировая финансовая система, надо посмотреть фильм хотя бы «Деньги, пирамида, долгов». Если мышца посильнее, психоэмоциональная, то можно посмотреть посерьезнее фильмы «Дух времени», «Первая, вторая, третья часть». Я эти фильмы смотрел еще в 2008-2009 годах. Я уже разобрался о том, как устроена мировая финансовая система, я уже в этих моментах. А тут, я говорю, я встретил человека, который уже это делает. Понимаете? Я просто был в шоке, что такой человек вообще существует, что есть человек, который реально что-то делает, чтобы как-то изменить жизнь людей, особенно через объединение. То есть, вот это вообще мега тема. Я вообще, наверное, с самых своих студенческих времен обожаю объединять людей, делать что-то интересное. И в КВН я участвовал в свое время, да. А сколько лет, Андрей, сколько лет прошел этот путь до того времени, когда тебе пришла вот эта вот колоссальная идея и возможность быть нужным в нашем сообществе? Сколько лет ты искал себя, можно сказать так? В сообществе ты имеешь в виду? Ну да, вот сколько лет пошло до того времени, пока ты, вот ты же мечтал о чем-то, ты говорил, что я уже со студенческим летом думал о том, что можно объединять людей, все такое и такое. Нет, я всегда занимался объединением людей, я всегда занимался объединением людей, всегда. Я это делал в найме, когда я был и руководил большой сетью филиалов, у меня подчинение было там около 150 менеджеров, допустим, да. Я всегда их обучал, проводил семинары, объединял, воодушевлял, и мы с ними покоряли очень крутейшие вершины, понимаете, да. Вот, дальше я пошел в свой бизнес, там у меня уже были локальные бизнес-команды, тоже, соответственно, занимался всем этим. Вот, то есть каждый раз те, кто вокруг меня были, я старался с ними коммуницировать, объединять их. Ну, так глобально, как придумал Дмитрий Васадин, так глобально вот эту систему, вот это мега круто, скажу честно, это просто высший пилотаж. То есть я увидел человека, который делает высший пилотаж. Спасибо большое. А скажи, пожалуйста, как ты представляешь себе, вот все-таки есть какие-то мысли об идеальном дне, как ты представляешь свой идеальный день или идеальную жизнь? Есть ли у тебя такая вот представление идеальной жизни твоей? Что бы ты делал в идеальной жизни? Нету этого представления? Нет, потому что я живу здесь и сейчас, и здесь и сейчас я наслаждаюсь, я в моменте, вот этот потоке, в моменте, вот сего. И вот сейчас мы с тобой проводим эфир, это самое идеальное вот в этом моменте время, понимаешь, потому что я знаю, что Нелли это прекрасная женщина, просто это обалдеть. Я каждый раз заряжаюсь. Это несмотря на то, что у меня сейчас прошел двух с половиной на часовой эфир, понимаешь, и у меня вот энергию благодаря тебе, потому что у меня я чувствую единомышленника, я чувствую, что идет хороший обмен энергиями. Благодаря тебе вот у меня открываются потоки, идет информация. То есть я же просто как проводник, понимаешь, информация идет свыше, как говорится. Вот. И благодаря тебе, благодаря тому, что твои... Да, да. Благодаря твоей энергии, вот у меня сейчас идет та информация, о которой я рассказываю, только благодаря тебе. Да, скажи. Поэтому благодарю тебе за эфир, благодарю, что ты пригласила. Спасибо большое тебе за теплые слова. Скажи, пожалуйста, тогда вообще, если тебя не раскрутить на это, я понимаю, что ты просто в блаженстве того, что ты можешь проводить эфир, можешь говорить с людьми, можешь общаться, можешь передавать свои знания. Я это вижу, ты горячь весь всегда, да, ты на самом деле от души все это говоришь. Скажи, а вообще какая цель твоя жизнь? Есть ли у тебя цель? Наверное, это моя истинная цель. Моя истинная цель, наверное, это давать людям правильные знания, правильную информацию. И еще, как говорит моя супруга, говорит, ты очень быстро умеешь доводить человека до точки роста. Точка роста, то есть быстро джик, и тебе все придется расти, вариантов нет. Поэтому, а почему придется расти? Потому что трезво надо посмотреть на ситуацию, какую-то ту или иную. То есть ты четко, человек, допустим, приведу пример, не знаю, человек курит и говорит, я наслаждаюсь. Я говорю, чем? Своей смертью приближающейся ты наслаждаешься. То есть, понимаешь, да, сам человек сам себя обманывает. В итоге правду просто, да. Вот, наверное, умение раскрыть правду, рассказать человеку, немножко, чтобы пелена с глаз слезла. То есть, вот это мой, наверное, определенный талант. И когда я реализую этот талант, тогда моя душа становится счастливой, и я нахожусь в моменте, и это мой самый идеальный день. Вот сейчас самое идеальное время этого вечера, когда мы можем, как говорится, улыбаться и счастливым быть. Поэтому какой-то картинки материальной, чтобы вот, я лежу там на пляже, о, да, нет, у меня такого нет. Ну вот, здесь и сейчас, потому что ты можешь лежать на пляже, а в мозгах ты можешь не лежать на пляже. Вопрос, лежит твое тело, либо ты здесь находишься, а ты там где-то ходишь в проблемах каких-то своих, да? Вопрос, ты где, да, ты на пляже или в проблемах, да? Да какая разница, где ты лежишь, на пляже в проблемах, либо находишься, не знаю, где-нибудь на производстве в проблемах своих, да? Разницы нет вообще никакой, куда ты свое тело отнес. Да, есть два пути, кажется, сознание меняет бытие, и бытие меняет сознание. Поэтому надо и тело перемещать в другую песочницу, чтобы там что-то менялось. Бывает такое, классно, это тоже помогает, реально, да? Такой, сел на золотой унитаз, такой, о, да, это мечта моей жизни, иметь золотой унитаз, да. Да, это называется, да, сознание, бытие меняет сознание. Это тоже работает, поэтому работает и так, и так, но по большей части я иду через сознание меняет бытие. То есть, чем больше я начинаю менять свое сознание, тем быстрее появляется моя картинка. Это моя формула. У других работает больше бытие. Его берешь, как котенка, пересаживаешь в другую песочницу, и он потом, о, боже мой, я никогда не думал, что здесь так круто. Вот просто, да, это называется, осознание через бытие называется, да, меняешь бытие, и все. Поэтому Дмитрий Васадин-то, это просто гениальнейший человек, я премного ему благодарен. Он и придумал эту фишку, чтобы мы, закрывая социальный минимум, помогая друг другу, да. То есть, один сытый человек объединил голодных, чтобы мы, помогая друг другу, себя накормили. Понимаешь? Чтобы мы, помогая друг другу, себя накормили и стали сытыми. А когда мы сытые, мы начинаем уже заниматься другими совершенно делами. Вот в этом-то и прикол. Вот, это наводящий вопрос. Были ли у тебя вредные привычки в твоей жизни? Ну, в общем, вредные привычки. Ой, я всегда, в принципе, был, как это говорится, послушным мальчиком, либо правильным человеком, даже иногда слишком правильным. Я только, я стакан водки позволил себе выпить только на выпускной в 11 классе, первый раз, понимаешь? Другие уже 15 лет там бухали, там бам-бам-бам. А я ни хрена сказал, пока я не поступлю в университет, не это. Вот, поэтому такая определенная, может, сила воли определенная есть, как бы, отчасти, да, в некоторых моментах. Но это не было то, что в семье тебе, там, допустим, в семье у тебя грозный отец там был или там что-то такое. Нет, нет. Это от себя что, да? Нет, вот я благодарен своим родителям, что они, в принципе, не ломали меня сильно. То есть, есть прям сильно прям вообще там... Даже наоборот, я с 13 лет практически жил без родителей уже. То есть, с 13 лет я с 13 лет. Так получилось, что они переехали в другой населенный пункт. И мне пришлось учиться с моей старшей сестрой самостоятельно. Она в университете училась, я в лицее. Мужа с мужем. Первый год было дискомфортно. А уже потом я уже очень... И потом, когда прошло несколько лет, и мы опять вместе как бы стали жить, мне уже было некомфортно. Потому что я уже был настолько самостоятельный, что уже вот эта излишняя опека, мне уже была эта излишняя. Но, тем не менее, зато сейчас я, наверное, даже больше помудрел уже, повзрослел. Когда уже свои дети есть, ты понимаешь, что такое родители, и начинаешь уже о них заботиться, больше внимания уделять, насколько получается. Вот. И начинаешь ценить, понимая, что каждый день он ценен, и он дорог. Но это со временем приходит с возрастом, с мудростью, как говорится. Вопрос к тебе. Как ты управляешь своими финансами? У меня кабинет есть шикарный, называется поток кэш. И кэшфлоу. У меня 4 кабинета, 4 кабинета, я шикарно управляю своими финансами. Нет, потому что люди спрашивают, говорят, ну как же, как же управлять, а как же вот так? Да, очень просто. Как же то, зайди, нажми на кнопку. Берешь, создаешь поток, и все, денег мало, создавай потоки, да. Еще мало, еще больше потоков создавай. Все просто у нас. То есть, хочешь быстрее скорость на велосипеде, поднажми на педальку, и все нормально будет. Скажи, пожалуйста, а какие люди к тебе вообще приходят в команду? Ой, разные. Начиная от уровня неумения пользоваться своим крутейшим дорогим айфоном, заканчивая... Серьезно, да. То есть, самый последний айфон, там вообще все вот так вот, да. А мы тупо не можем, там, не знаю, подтвердить свою почту. Вот, заканчивая... Свою же. Свою же, да. И потом уже конкретно каждому человеку начинаем помогать то, что ему надо. Кому-то, чтобы выйти на свой уровень, надо вот столько помочь, а кому-то надо вот столько. Самое главное, чтобы у человека была готовность взять эту помощь и применить ее. И обучаемость, конечно же, важно. Насколько человек готов учиться. Насколько человек готов зайти в состояние ученика, обнулиться вот здесь вот, да. Ведь многие приходят, начинают ярлыки вешать. Компания, там, еще что-то, инвестиции, не инвестиции, там, пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон. И вот так далее. Столько ярлыков, которые кто-то им что-то где-то сказал, им сказал, они взяли этот ярлык на веру и себе вставили в мозг. А чтобы своим мозгом, мозгами зайти и разобраться, вот у многих не хватает. Поэтому мозгов. Не хватает мозгов, они все умные. Это все шикарно. Умнейшие люди. Но не хватает мозгов наработать свой личный опыт. Вот в чем момент, понимаешь? То есть ценность своего личного опыта сейчас почему-то занижена. Хотя это очень важный фактор в вашей жизни. Это наработка своего, не твоего, не моего, не Дмитрия Васадина. Своего личного опыта. Через свое тело, наработку своего личного опыта по данному вопросу через свое тело пропустить надо. И тогда ты начинаешь врубаться всем своим телом, каждой клеточкой, как, что работает и почему, и зачем. Несколько раз переспишь, еще лучше поймешь. Поэтому вот этот момент, он очень важный. Чем лучше человек способен пропускать новые знания через свое тело, тем быстрее он достигает уровня финансовой свободы. Спасибо. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты находишь равновесие между внешним и внутренним миром? Миром в своей жизни, да? Да, внешним и внутренним. Как ты находишь равновесие? Честно сказать, в какой-то период времени, где-то это был район студенчества, тогда было сложнее. Потому что ты как бы был в системе, и даже если тебе что-то не нравилось, ты не мог выйти уже с этой системы, и душа немножко страдала. И тогда вот, возможно, в каких-то моментах был кризис равновесия. Но когда ты становишься на свой собственный путь, то вопрос равновесия, он просто исчезает. Потому что ты начинаешь заниматься делом, которое ты сам себе выбрал. Это, наверное, самый лучший способ равновесия – это идти своим путем. И все будет хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот вторая половинка помогает тебе в создании вот такой благоприятной среды дома? Абсолютно, да. Помогает, серьезно помогает. Без вообще, без поддержки женщин в этой жизни мало что сделает мужчина, даже самый великий. Понимаете? За спиной великого мужчина всегда стоит великая женщина. Часто она в тени, но, как правило, это всегда великая женщина. Потому что у меня даже целые эфиры некоторые есть. Иногда, может, я когда-нибудь их повторю по секрету. Это как взаимодействие мужчины и женщины, да, вот, понять, как правильно им вот этот пазл совместить, чтобы начало крутиться общее колесо и ехалось в одном направлении, да. Вот это прям лайфхаки такие жизненные, что прям можно прям целые тренинги упаковать и на миллионы продавать эти тренинги. Поэтому вот эти знания, конечно, мне пришлось наработать в своем жизненном опыте. Вот, поэтому, скажу честно, мужчина – это же, это же, это всего лишь, можно сказать, лопата, да, для того, чтобы выкопать ресурсы, клад для женщины, которая рождает дальнейшую жизнь, да. Вот, и поэтому вот это очень важный момент с пониманием, что чем более высоко, наверное, вибрационно и позволяет себе внутри женщина картинок, да, тем больше, быстрее эти картинки будут в вашей жизни. Поэтому, как говорится, женщина, можно сказать, что это вот такая труба, да, определенно, да, вот есть женщина, вот, большая энергетическая труба, есть маленькая, есть надо вырасти, есть много страхов, надо убрать, да, а мужчина – это насос, насос, он качает, качает, качает. Так вот, если нужно соответствие насосу и трубы, чтобы было соответствие, да, вот, если поставить большой насос и маленькую трубу, то труба порвется или насос сломается, вот. Поэтому очень важно соответствие, да, вот, специально есть расчеты, вот, вот, и так же и по жизни. Этому нас никто не учит, мы опытным путем уже к этому приходим, да, что взаимопомощь, взаимоподдержка, взаимовыручка, уважение – это все, это соответствие от насоса и трубы, да. Кому-то не надо эти всякие глобальные мысли, не знаю, там, не знаю, какие-то сообщества какие-то призрачные, инструменты какие-то непонятные. Кто-то хочет жить тихенькой, хорошенькой, серенькой мышкой, ему комфортно, ему не надо этого всего. Пенсия, 200, там, не знаю, евро ему хватит, вот так вот, вот. Вот это, это маленькая труба, вот, мало надо для жизни, вот, может быть, человек живет, там, не знаю, душа его воплощении, десятое воплощение, может быть, живет, да. А человек, который живет, уже там, не знаю, это душа, вернее, живет уже тысячное воплощение, он уже все вот это прошел, уже душе неинтересно. Он уже прошел, уже вот эту тихенькую жизнь прошел, еще там что-то прошел, еще, а ему хочется уже глобально. Поэтому Дмитрий Васадин обладает большим сердцем и великой душой, потому что придумать такое может человек только с энергетическим посылом таким, серьезным, да. Вот, поэтому только человек с большим сердцем и великой душой, поэтому мы сюда приходим малодушными сначала, для того, чтобы стать великодушными. Вот, взрастить свою душу через духовно-нравственные победы. Вот, поэтому вторая половина – это очень важно в жизни мужчины, да, и за успехами, либо неудачами мужчина всегда стоит женщина, поэтому французы говорят «шершеля фам». Спасибо. Скажи, Андрюш, а какой роль играет духовность вот в твоей жизни? Ну, я бы сказал, первую роль в моей жизни является духовность, потому что мы не человек, имеющий душу, а мы душа, которая на время дали тело. И вот когда вы это поймете, тогда поймете, что духовность должна стоять на первом месте, значит, ваша душа. А что такое ваша душа? Это то, что это вы и есть, вы сами. Тело уйдет, а душа останется. Вот, это вечная субстанция, вот, каждый по-разному называет, да, частичка Всевышнего, которая пришла в это тело наработать определенный опыт в этом теле, на определенные качества подтянуть. Ведь нас же не учили этому, да, духовной жизни. Нас учили, не знаю, там, математики, физики, еще там чему-то, да, химии, да, вот, еще там всякой ерунде. Нас не учили самым главным уроком в этой жизни. Что такое любовь? Что такое благодарность? Что такое прощение? Что такое урок принятия, урок злобы, урок гнева, урок обиды, и выгодно ли тебе это, и так далее. Таких уроков можно сотню насчитать. Вот эти самые главные уроки, по которым в жизни придется, хотите вы этого или нет, сдать экзамен. Вот, поэтому сдавайте, учитесь. Очень выгодно, очень хорошо учиться по жизни и сдавать вот эти экзамены по этим урокам на все максимальные баллы. Ну, с тобой время летит незаметно, как говорится. Мы тут уже, уже просто все летит. Я так думаю, что ребята, которые слушают тоже уже, ну, на порыве таком. Вообще благоприятно, когда вот человек говорит в душе, и мне вот всегда, говорю, ребята, просыпайтесь. Потому что у каждого человека есть свой внутренний колоссальный мир, и я говорю, что у каждого есть свой, вот свой потенциал, который, ну, он закрылся просто, его кто-то закрыл, да? Поэтому я всегда рассказываю, просыпайтесь, ребята. А вот скажи пару вопросиков последних. Скажи, пожалуйста, если к тебе приходит такой участник, у которого ничего не получается, или к тебе такие не приходят, что ты им советуешь? Если он говорит, вот не получается, не получается, не получается, не получается, а что советуешь тебе? Ну, для начала я всем даю на начальном этапе свободу, да? То есть, ну, приходит ко мне участник. Я говорю, окей, хорошо. Я говорю, во-первых, если ты выбрал меня, у тебя уже джекпот. Это первое, да? То есть, если ты еще не поймешь своего счастья, не понимаешь своего счастья, значит, ну, значит, надо понять его. Во-вторых, я специально создал командное обучение очень мощное, да? То есть, человек попадает на командное обучение, да? Я говорю, наизусть, вот там информация, наизусть, и там миллионы. Вот когда-то ты учил много всего в этой жизни, что тебе не принесло ничего, а вот там информация на миллионы. Поэтому берем книжечку, берем тетрадочку, берем ручечку и начинаем херачить ручечкой. Все, да. Скажу честно, я не такой добренький на командном обучении, Нелли. Я очень жестко веду. А лидерское мое обучение еще жестче. Поэтому на данный момент все профессионалы, поэтому профессионалы, кому-то, кого-то приходится через осознанность, чтобы он просыпался. Кому-то приходится проталкивать, да? Кому-то надо отпустить и дать ему свободу. Придет время, он сам все сделает. Поэтому по большей части я сейчас стараюсь идти по пути дать максимальную свободу, дать знание и свободу. И дальше уже в эволюционном пути этот человек начинает, главное, чтобы он, конечно, находился в информационном поле. Если он находится в информационном поле, то он начинает наблюдать. Я говорю, просто наблюдай. И посмотри за результатами других людей. И делай то же самое, что делают они. Все. Сетевой. Я вообще обожаю сетевой бизнес тем, что это просто бизнес дупликации. Просто делай, как делает человек, у которого уже получилось. Зачем изобретать велосипед? Кстати, мне многие говорят, вот сейчас только что эфир проводил, я говорил, 5 источников дохода в нашем сообществе. Еще два есть. И еще даже много, что я не знаю еще, до чего я не допер еще. Так вот, один из источников дохода, один из источников дохода, это неэффективное управление своими кабинетами участников, которые говорят, у меня своя стратегия. Им говоришь, делай так-то, 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 будет результат такой-то. Говорит, у меня своя стратегия. И делает неправильные вещи, получает неправильный результат, экономия деньги для системы. Система бы и рада бы дать ему больше. Так не берут же пока. Значит, не готов. А потом раздупляется через где-то полгодика. А что же? Ну да, точно, надо прислушиваться, оказывается. Надо как раз пройти командное обучение. Надо, оказывается, там то-то. Ну, у каждого свое время. Вот серьезно. Вот как, что цветочки есть, подснежники, они ранние цветочки. А есть в конце осени, у них свое время. Поэтому надо тут терпение, огромное терпение. Работа с людьми – это просто огромное-огромное терпение. Скажи, а считаешь ли ты себя свободным? Ну, сейчас, да. Я занимаюсь своим любимым делом. Я помогаю другим людям. Скажу, да, конечно. По сравнению с тем, что приходится в классическом бизнесе, вот в ряде. По сравнению с тем, что приходится там ночами не спать там от каких-то отчетов там или еще там что-то в найме. И страха, что где-то там что-то премию не выплатят, уволят, не уволят, ипотека, не ипотека, кредиты, не кредиты, крындец. Короче, вот это просто… этого нету. Ты просто живешь свободной жизнью человека. Я вот многим, Нелли, вот сейчас момент, буквально минуточку, я вот на эфирах тоже вот говорю, хочу тебе лайфхаком поделиться, да, таким очень интересным. Многие, как говорил Дмитрий Васадин, что правильно он сказал вообще, это мы еще были в Словении, он сказал такую потрясающую вещь, говорит, люди все считают себя homo sapiens, да, но и можно людей многих с натяжечкой под эту категорию подвести, да. Так вот, мы себя считаем мега крутейшими ребятами, которые достигли пига эволюции в матушке природе, да, мы вот такие, матушка природа, она вот так, вот там где-нибудь надо ее все забетонировать, вот, и все, и будет все чисто и хорошо. Но, получается, мы создали для себя такой мир, вернее, многие не создали, а с ним согласились, да, что кабан, который живет на опушке леса, свободней и защищенней с точки зрения своих физиологических потребностей, чем человек. Он свободен, он кушает то, что он хочет, свое видовое питание, а не химическое, он спит, когда он хочет, он живет там, где он хочет, у этой опушки, либо у той опушки, дальше он своим временем распоряжается, как он хочет. Получается, дикие животные свободны, чем человек в нашей системе, вот в этом мире, который сам себе цивилизация называется, создал человек, да, вот, понимаешь, да, что животные, животные в диком мире свободнее намного, чем люди в этой системе, особенно сейчас денежной, вот в этой, понимаешь, которая, это искусственная игра, которую придумали люди, вернее, многие с ней просто согласились, не понимая вообще даже, как она работает, просто тупо бегают за деньгами и все, вот, а потом у них тупо не хватает ни здоровья, ни времени, ни всего остального, чтобы хоть как-то на себя со стороны посмотреть, остановиться, стоп, ведь, чтобы понять, что ты не туда идешь, надо тебе просто остановиться, а ты не можешь не остановиться, у тебя ипотека, у тебя кредиты, у тебя еще что-то, ты не можешь не остановиться, ты уже уставшая загнанная лошадь, и ты идешь, идешь, потому что ты не можешь не остановиться, потому что, и вот в этот момент, ты бы и рад сменить дорожку, друг на другую пойти, но ты уже не можешь, ты на рельсах, как поезд, едешь и едешь, вот в этом-то и большая проблема, в этом-то и стресс, И каждый раз, когда ты идешь на нелюбимую работу, ты платишь самое дорогое, что есть у тебя, это своим собственным здоровьем, потому что внутри там ты говоришь, какой я козел, что я иду каждый раз на эту нелюбимую работу, это вот это гложет тебя все время там, подтачивать твое здоровье, потом тебе надо бухнуть там в конце недели, чтобы стресс снять, потом опять забыться и опять идти. То есть вот этой жизни я не живу, слава тебе, Господи, благодарю Дмитрия Васадина, благодарю наше прекрасное сообщество, каждого участника благодарю за то, что у меня в жизни есть такая возможность, во-первых, реализовывать свои таланты, во-вторых, конечно же, жить жизнью свободного человека, вы это поймете только тогда, когда запустите денежные потоки. Отлично. Скажи, пожалуйста, последний такой совет, дай, пожалуйста, людям, кто стремится к идеальной жизни, какие советы ты можешь дать? Очень просто. Во-первых, понять, что такое идеальная жизнь для себя самого, во-вторых, конечно же, заходить в сообщество и запускать денежные потоки, и пытаться реализовывать эту идеальную жизнь. Конечно же, для начала, то есть, есть вот книжка очень интересная, хорошая, «Алхимик» называется, да? Вот, прочитайте вот эту всю книгу «Паулу Кэлю», «Алхимик», этой книге уже больше 20 лет, она бестселлер, вот, если кто не читал, рекомендую настоятельно. Это вот с этой книги надо начинать задумываться вообще о жизненном пути, о смысле жизни, о наличии цели, о мечте, для чего, почему. Прочитайте эту же книгу, она маленькая, такая маленькая, хорошенькая, тоненькая, но очень мудрая, поэтому рекомендую с маркером читать ее. Поэтому заходите в потоки, прочитайте эту книгу, зайдите в потоки, и у вас появится немножко свободного времени, благодаря потокам. Вы сможете прочитать эту книгу, прочитая эту книгу, у вас появится осознание, что-то поменять, вы начинаете менять, и все меняется в своей жизни, вот и все. Спасибо большое, Андрей. Я думаю, что все ребята, которые нас слушают и в записи, еще сейчас в прямом эфире, получили много ответов на свои вопросы, которые постоянно у вас гложет, которые, может быть, не дают вам сегодня раскрыться, и вы постоянно ищете кого-то, кто виноват в том, что у вас не получается. Прекращаем искать, начинаем жить, просто даем запрос Вселенную, раскрепощаться можно, как ты хочешь сегодня, делать, что ты хочешь, создаем потоки, слушаем ребят, даем советы и просто живем одни в день. Давай напоследок, Нелли, давай я вот расскажу для тех людей, которые ищут кого-то, кого можно обвинить особенно. Вот это просто, это капкан, в который вы попадаете, нельзя в него попадать. Когда один палец показывает на кого-то, то три пальца показывает на тебя самого, да, ты, а, а три пальца на тебя показывают, в тебе вопросы, все, да. Вот, поэтому это первое, да. А второе, кого-то обвиняя в чем-то, ты начинаешь отдавать свою энергию, свою силу, ты становишься слабым. А когда человек слабый, ты ничего не сможешь сделать, изменить жизнь свою и тем более. Поэтому первым делом у нас такая очень интересная статистика, значит, Нелли, знаешь, какая статистика прекрасная, уже сформировалась, уже несколько лет. То есть, те люди, которые перестали смотреть новости и сериалы и начинают ходить на наши вот такие прекрасные эфиры, командное обучение, презентации, вот такие прекрасные эфиры, которые ты проводишь, они становятся богаче. Представляешь, с каждым днем. Поэтому убираем лишний шум у себя из головы и добавляем нужный шум, вернее, не шум, а знание. И все у вас будет просто очень хорошо. Да, замечательно. Спасибо тебе за такую сокровищницу, которую ты нам несешь. Я вообще, на самом деле, не знала, кто ты такой, но вот когда знакомишься глубже, это вообще интересно. И мне так вот хочется, чтобы, поэтому я сделал эту рубрику «Идеальная жизнь», чтобы люди видели, что здесь нету тех, которые приходятся с миллионами, знаешь, как говорят, у вас там, наверное, миллионы. Мы люди, которые ищут себя в жизни. И вот мы нашли. И вот наше предназначение – открыть вам дверцу, ребята. Поэтому хватайтесь за ручку, открывайте смело дверь и входите в наше сообщество, где вы найдете вот это море успеха и море океана, как у нас на задней страничке. Не играйте в лотарею. Только в нашу можно играть. Только в нашу. Беспроигрышную. Беспроигрышную. Именно так, да. Все, Андрюша, спасибо большое тебе. Команде успеха. Встретимся в следующий раз. Спасибо большое тебе. Пока-пока. Всем пока. Пока. Пока.